Всем привет! Мы вернулись! Это моя мама Татьяна. Я Виктория. И у нас сегодня снова рубрика «Историй из жизни». И сегодня я хочу попросить свою мамочку рассказать про второго её мужа, моего папы, потому что я его называла папой. Но все уже, кто смотрел видео, понимают, что с Валерой мы всё-таки разошлись. Валера — это мой папа, первый муж. Да, мы разошлись, когда Вике было 4 месяца. Потом она встретила другого человека, с которым было всё очень непросто. Дальше просто можно столько снимать видео про их жизнь совместную, нашу. Вчера я планировала, какие вопросы я буду задавать маме, и я вдруг поняла, что я не знаю, как она познакомилась с моим отчимом, с которым они прожили полжизни, между прочим. А я не знаю, как они познакомились. А он был очень сильно ревнивый. Историй про ревность просто миллионы. И они все невероятно интересные. Я их слушала, мама рассказывала. Некоторым я была сама свидетелем, поэтому я буду поддаливать. Да, ревнивый, но красивый и очень классный. Да, и старше на 17 лет. Здрасте! На 13, конечно. На 13 лет старше. На 13 лет. Это был Вова на 17 младше. Мы не будем эту историю рассказывать. Что мы там остановились? Рассказывай, как вы познакомились с Сашей. Был у меня такой отрезок в моей жизни, когда пришлось выбирать профессию. Помните, да, я рассказывала, что в 16 лет я вышла замуж. Это было в 10 классе. В марте месяце я уже досрочно сдала экзамены по окончанию 10 класса. И, конечно, мне надо было идти на работу. В прошлом видео тоже я рассказывала, куда можно в 16 лет на работу. Подсобной рабочей. Ни профессии, ничего. И вот в кондитерский цех. Валерина мама меня пристроила в кондитерский цех. Ну, это называется подсобная рабочая. Ну, чтобы было понятнее, это практически уборщица. Только уборщица моет только полы, а подсобная рабочая моет котлы, листы, которые там на них жарят. Это все надо было, да, противни, все это надо было отскрябать. Печки, там все такое. Все это делает вот этот 16-летний ребенок. Еще плюс к этому в этом подвале, можно так сказать, в котором был кондитерский цех, не было воды. Воду я носила по ступенечкам. Боже, капец. Сверху, да, там был ресторан сверху, а внизу кондитерский цех. Вот там набиралась вода, сюда несла, грелась в котлах, а только потом все это мылось. И, в общем-то, до обеда первая смена сдавалась уже в 2 часа дня. Это надо было уже все перемыть, все сдать в чистом виде. Я уже говорила, да, что спортсменка всегда была. И мысль у меня была, конечно, о спорте. Но мои родители и родители Валеры, да и Валера тоже, сказали все дружно. Какой спорт? Спорт это не профессия, надо кусок масла домой приносить и деньги зарабатывать. Валера решил поступать. И его мама быстренько все настояли, что мы поступаем в дружно вторговый техникум. Это я работаю заочно. Мы заочно поступаем в торговый техникум. Это я хочу рассказать о том, как я оказалась с кондитером. Учусь в техникуме советской торговли на техник-технолог по приготовлению пищи. Между прочим, у меня пятый разряд по кондитерам. И надо же такое, Вика не умеет готовить. Да, а мама техник-технолог по приготовлению вещей. Это глупое решение, она замечательно готовит. Понятно. Открывают у нас дом торговли. И в этом доме торговли классный кондитерский цех. Там ресторан большой, все это самое. В этот кондитерский цех у нас набирается молодая классная бригада. Ой, ребята, я вам скажу, мы пахали, но я этого никогда не забуду. Такие девчонки, мы такие все были дружные. Мы по сей день все поддерживаем в отношениях. Пять лет я работала кондитером. Четыре дня работаем, пять дней гуляем. Четыре дня пашем. И в последний четвертый день мы всегда шли в ресторан. И Валера, кстати, папа твой, в это время работал в октябре официантом. И поэтому мы заранее звонили. Побилок тогда нет. А ты уже с ним давно в разводе. Я с ним давно в разводе, мы уже в очень хороших отношениях. С Вейкой, все, мы же все дружим. Все хорошо. И вот в очередной раз я звоню Валерию, говорю, там столик. Столик был просто под эстрадой. Наш. Нас пятеро девчонок. Ну и тут мы же знаем, что это наш столик. Там он наверняка нас ждет. Я такая вся, иду. Как потом сказал мой будущий муж Саша. Я увидел с лестницы, через какую-то подсветку, как идет такая фигура, дует откуда-то ветерок, разлетаются белые длинные волосы. Говорит, я там просто умер сразу. Говорит, сказал, мужики, держите меня, я влюбился. Да, классно. Вот такая была наша встреча. Это потом мне рассказывали те мужчины, которые сидели рядом. И тут я вот такая вот, да, с развивающимися волосами смотрю. А за нашим столиком сидят какие-то четыре военные мужика. Военные. В формах я терпеть не могла этого вообще. В форме. За нашим столиком. И пьют водку. Фу, какой ужас. Мы тут шампанское со свечами. А эти сидят и пьют водку. Кошмар. Я бегу туда в этот. К официантов. Я не поняла, что такое, что случилось. Что это за мужичел тут сидит за нашим столом. Убрать их оттуда. Говорит, а тут, боже, там какой-то приехал один генерал. Я там тех генералов в званиях, они мне надо. Ну, короче, мой майором был на тот момент. В общем, злая, как собака. Мы тут это, ну, нас успокоили, всё, столик нам вынесли, другой поставили, всё, мы там сели. И вот этот же ж майор сидит и дырку во мне делает. Просто не сводит глаз. Я же понимаю, как на меня смотрят. Неотрывно. А меня... Сколько тебе лет? Мне 24 года. Пять лет. Да, Вике пять лет. Сидит он во мне, делает дырку, а меня со всех сторон приглашают танцевать. Просто на разрыв. И вот он идёт ко мне. Я вижу, что он идёт ко мне. Он подходит, наклоняется возле меня. Я уверена, что я ему откажу. Танцевать я с ним не буду. Он наклоняется и мне тихонько на ушко говорит. Девушка, можно вас пригласить на следующий танец? Вот как тебе это нравится? Вот как тебе это нравится? Я была в шоке. Так меня ещё никто не приглашал. На следующий танец. Я за это говорю. Ну, если успеете. Так и сказал? Да, так и сказал. Ну, если успеете на следующий танец. А он думал, у тебя уже бронь просто стоит. Он такой сделал. Ох, молочка. Боже, как живо. И пошёл. Прошёл вокруг. Обошёл. Встал с другой стороны возле меня. И как столб стоит. Класс. Начинается в следующем. Девки мои все за столом умирают. А он стоит так ровненько, выпранка военная. В форме, как положено. Только без фуражки. Фуражечка на столе лежит. И ровненько стоит. Я думаю, боже, капец. Меня сейчас захамят. Вот это мне ещё тут военных не хватало тут потанцевать. Слышишь? Ужас. Стоит. Ну, что, это не престижно было? Ну, девки все хотели выйти замуж за военного. Я нет. И в тот момент, когда начинается следующая музыка, мне так берут за ручку и поднимаются. Поднимаются и идут танцевать. Понятно. Как заколдованная. Это просто кошмар какой-то. Я вообще не могу понять, почему я пошла танцевать. Я была полностью уверена, что танцевать я с ним не буду. Не понравилось? Нет. Форма мне эта бесила. Вообще припереться в ресторан в военной форме. Ужас какой-то. Для меня это вообще было бы непостижимо. Ты уже там сиди себе в армии со своей формой и команду. Какого ты приперся в ресторан? А, какая была. Да. Приперся в ресторан в форме. Я ему что-то ещё и сказала, пока танцевала по поводу этого. Да. Ну и всё. Мы протанцевали один танец. И он меня больше не приглашает, потому как, во-первых, не успевает. И мы уже там пошли быстрее танцы. А мы же потанцевать. Ну, а когда я ещё вижу, как на меня смотрят. Ну да. Типа я его не вижу. Но, скажем честно, что зацепил. Зацепил. Момент такой был. Танцевала я, явно понимала, что он на меня смотрит. Это я чувствовала. А потом уже собираемся уходить. Ну, рестораны были до 11. Это же не так, как сейчас ночной клуб. В 11 часов всё, закрываем. Капец. А мы уходили в основном через чёрный ход. Потому как... После того, как со всеми панцентами... Через этот ход было уйти нельзя, потому что не знаешь с кем. А лучше уйти одну. Там такси внизу, а черный же ж у меня, викинг папа, там официант. Всё ж работает. Слажено. Слажено, да. Такси уже ждёт. Всё, мы быстренько вышли. Фух, такси сели и уехали. А там кто ждёт на улице, это такое дело. Да, очень-очень тяжело уйти из ночного. Я говорю, 80-е годы, это вообще был ужас. Там не то, что тяжело было уйти, а можно было просто не уйти. Собираемся же мы дёрнуть через чёрный ход. И тут меня опять так. Раз за ручку. Этот же майор. Говорит Таня. Он уже знает, что меня зовут Таня. А до этого он пытал Любашу. Просил номер телефона мой. Всё это. Номер телефона домашний. Заметьте, мобилок не было. Домашний, рабочий, какой угодно. Она сказала, нет, я не могу дать телефон. Но сказала, где мы работаем. Что кондитер, что мы все вместе кондитера в доме торговли. Всё. И так мы смылись. Все ли уехали? Как обычно. Ну, то есть, как обычно. Все уже к этому привыкли. Особо нас там никто и не контролировал. Знал, что мы всё равно смылись. Извиняйте. Проходит пару дней. Такая я в белом халатике, вся в букет. В колпачке. Как положено, да. Заходит мальчик в пионерском галстучке с огромным букетом роз. Мне надо Таня Черныш. Нет, не знал. Нет, мне надо Таня. А у нас Тани две. Я Таня и Таня Коробицына. Блондинка-красавица. Это вообще капец. Я уверена, что цветы ей. Она так улыбается, стоит. Я на неё смотрю. Этот мальчик так стоит. Передал дядя майор на Белой Волге. А-а-а. Класс. Коробицына мне поворачивается и говорит, Чернышка, это тебе. Дразнили меня Чернышка. Последний день дразнили. Я говорю, какой дядя? Сказал передать Таня в кондитерский цех. На Белой Волге. Думаю, ну на Белой Волге. Какие Белые? В Волге были только такси. Да, тогда машины... Как это? Только первые машины появились. Как это может быть? На Белой Волге. Майор. И такси были жёлтые все. Да. Жёлтые с вот такими фишечками. Ну, мне пришла в голову мышь, он, наверное, кого-то возит. Какого-то генерала. Потом он так хохотал над этим. Говорил, нет, вот если ты представляешь, он майор может кого-то возить. Ну, и вот цветочки мне передали. Потом он опять выловил кого-то. И девчонки приходят. Ой, такой мужчина, такой классный. И такой, всё, ну ты дурочка, ну ты всё это самая. И Танька сказала, я дала телефон. Говорю, ты мой телефон дала? Нет, здесь наш кондитерский. Он позвонил, долго мне там что-то по телефону рассказывал. Я нет, какие встречи, какие всё, нет, нет, нет. Как-то он добился встреч, вспомнил. А я вспомнила. Боже мой, Вика, мы с тобой на коньках вдвоём по юго-западному району, по дороге вдвоём на коньках чешем. Лёд, гололёд, всё красиво, мы на коньках едем. И едет Белая Волга. Мне кажется, и ты должна это помнить. Ну, рассказывай, может, вспомнил. Едет Белая Волга и останавливается. Оттуда выходит Саша без формы. Понял, что тебя это бесит. Ты случайно ехал? В Аляске. Нет, он вычислил. Он за мной ехал за автобусом. Он вычислил, где мы живём. Месяц минимум он пробивал все вот эти вот... Усложнила, как жизнь. Каналы, как ко мне добраться. И вот он едет. Оказывается, мы там не первый раз катаемся. И не первый раз он нас видит. Знает, что мы там катаемся. Знает, когда у меня выходные. Уже знает, что у меня дочка. Как детектив. Как детектив, да. И вот он останавливается, выходит с машины в куртке Аляска. Такой весь из себя капец. Я обалдела. Ну, по сравнению с формой просто. Да, у меня совсем другой взгляд. И говорит, как же можно вот тут вот кататься вот с ребёнком, когда есть такие прекрасные места на Днепре. Говорю, там всё снегом бы заносило. Какие места. Поехали, я покажу. Вика. Я понял. Вика. Да, да, да. Мы катались на Днепре. Да, Вика. Да, да, да. Всё, поехали. Я смотрю на это, думаю, блин. Ладно, поехали. Всё, садимся, приезжаем. Он... Девочки. Он до этого поехал на Днепр, взял троих солдатов. Там расчистили такую площадь, гладкую, под каток, поставил там кого-то дежурить, чтобы никто нигде не занял. И потом приехал за нами. Я говорю, как ты был уверен, что ты нас там увидишь? Вы выходили в это время. Вычислили. Просто мне отпадает, думаю, ничего себе, вот это коток. У вас тут... Нет, так я же не знала, что это он расчистили. Просто вот, ничего себе. Вот такое место, такое... А я не знала. Всё. Он что, мне... Посреди Днепра. Да, он мне что, говорит, что это он расчистилил. Место хорошее. Вот, как тебя на остров. Да, да. Да. Мы с Викой радостно катаемся, там вышиваем, он ходит. Эту там за руки таскает. Всё, глаза у ребёнка горят. Классные, да. Ну, я же понимаю, конечно, у него подход и это обаяние. Ну, и всё, даже мы покатались в коньках. Никто мне не сказал, что это он расчистил. Я об этом узнала уже... Я даже знаю, как я узнала. Сказала, что хотим поехать ещё раз вот туда. Он сказал, что солдат нету, некому расчистить. Да, точно. Все там где-то на выезде, некому чистить. Вот это я узнала, что, оказывается, он его расчистил, этот коток. И что вы думаете? Я с ним встречалась? Нет. Вот это так и было. То где-то он там нас вычислит, то с работы приедет, меня зовут. А я занималась дзюдок. И встречалась с парнем, с дзюдоистом. Да. Не будем. Я встречалась с парнем, и он приезжал. Очень красивый. Просто такой красавец. Он и сейчас красивый. Ну, только он далеко-далеко, нет, не подумайте ничего. Это было очень давно. Я встречалась с парнем. А, потому ты его и отшивала. У тебя были отношения? Конечно, я встречалась, да, и у нас нормально всё было. Ну, в общем, он приезжает, встречает меня с дзюдо на машине, зная, что у меня парень. И вот по дороге мы едем, там что-то болтаем, он меня расспрашивает, а где, а что, а как. Ну, вот такие отношения. А он уже познакомился со всеми моими подружками. Всю зиму вот это вот всё длилось. И уже где-то в мае месяце, когда начались вот эти выезды в Сакирно, в Карабулку, в Туре Самое. И он меня приглашает. На природу. И он меня приглашает, поехали. Вику забирает, там всё такое. Боже, как эту Вику все его друзья нянчили, чтобы нас оставить одних. А я такая мама. Это репей было. Репей вообще просто так. Это репей. Толик на качельке кайтай. А все же думают, что у нас же должны как-то отношения какие-то более близкие сложиться. Домик там всё. А ты ещё встречаешься? Да. Встречаюсь, да. Домик там нам на столе шампанца. Вику все нянчат, чтобы мы же там как-то уединились. А мы включили телевизор в домике и сидим, смотрим телевизор. То есть вот он настолько был в плане как бы выдержки. Он мою любовь завоевал. Ничего не... Нет, абсолютно. У него не было попытки даже меня там за руку обнять или ещё что-то сделать. Просто ровные отношения. Классные, да. Весёлый, заводной дружб. Душа компании. Душа компании. Ой, и потом он взял в руки гитару вечером. Начал играть на гитаре. И я эту гитару и эти пуговички, кнопочки никогда не забуду. Всё. И я влюбилась. Какие пуговички? А у него была рубашка в клеточку. Пуговички были такие, кнопки, как прозрачные. Ну, он же служил в Ливии. У него там такие шмотки были. И Волга это оказалось его. Две в городе были Волги. У Саши, у командира дивизии. Мне потом говорили, что я за Волгу замуж вышла. Ничего подобного. Я когда с ним начала встречаться, я даже не знала, что это его машина. Так что тут вообще меня обвинять в этом. Вышла я замуж за вот эти клеточку, рубашечка с пуговичками. И гитару. И гитару. И вот это вот ухаживание, это ухаживание, это просто всё. Да, я приехала и сказала, началось с того, что я сказала своему парню. Что, в общем-то, всё. Весь встретила мужчину. Всё, ему не нравится. Всё это самое. Да, ну, это отдельная история. И мы просто практически начали жить вместе. Ну, наверное, просто сразу. У меня квартира. Я с дочерью жила в квартире отдельно. Он приходил ко мне. Ну, как-то совсем недолго. Несколько раз там он пришёл. И потом мы едем в маршрутке в какой-то, откуда-то, где-то в гостях были. И она мне заявляет, Вика мне заявляет, говорит, я не буду называть его дядей Сашей. Говорю, как это ты не будешь его называть дядей Сашей? А кем ты его будешь называть? Он будет моим папой. Ну, и как после этого? Меня выкупили. Просто сразу. Всё. Приехали домой, он у меня остался. Я его буду называть папой. Всё, и остался. Вот когда говорят, знаете, Викуся, не плачь. Когда говорят, как завоевать сердце женщины, если у неё есть ребёнок, проще ничего не может быть. Полюби её ребёнка. Полюби всем сердцем. Так как он любил Вику, Викусечка, не плачь, пожалуйста. Я не могу себе представить, что вообще есть мужчина, который мог бы так любить, да я не знаю, не то, что чужого ребёнка, а даже своего. Вика плачет, потому что его нет на свете. Он умер. Притом такой ужасной смерти на всей любимой природе. Просто у него была пораненная нога. Короче, это было отравление крысиным ядом. Это называется лептоспироз. Вика, давай закончим на этом видео. Такая жизнь. Прошло 20 лет. А у нас с ним в один день день рождения. 10 сентября было всегда, отмечалось день рождения. Очень бурно, очень шумно, потому что у меня их было сразу два. И поэтому я всегда знаю, что 10 сентября всегда тепло и классно. То, что Вика была в этом году на острове 10 сентября, я рассказывала, как тепло. 10 сентября всегда тепло. Я не знаю, это, наверное, в память о Саше. Всегда тепло. Ты помнишь хоть одно 10 сентября, чтобы было холодно? 50 его мы отметили. И всё. Это был последний день, точнее. 50 лет он умер. Я реально, я не знала, как вы познакомились. Я знала историю с вот этого автобуса. Я понимала, что вы уже встречались. Мне очень нравилось. И я сказала, я хочу его называть папой. Да. Я не буду больше о Дени Саше называть. Да, вот это я помню. А, блин, думала, а я вообще не знаю, как вы познакомились. И всё, да, мы приехали домой, и он у нас остался, и уже всё. Так это было. Он такие сюрпризы всегда делал. Да, мы с ним расписались на День защиты детей, 1 июня. Они с ним два раза разводились и два раза женились. А как мы расписывались, это вообще. Я, вот как Вика, опаздывает. Это же наследственно. Я же тоже опаздываю. Он очень хотел уже жениться на мне. А я периодически с его сценами ревностей, я передумывала. Ну и тут уже подали заявление уже в ЗАГС, уже всё это самое, всё. Никогда не забуду Оксана, невестка моя. Говорит, боже, там все возле ЗАГСа, Саша, говорит, в тёмных очках. Говорит, он вытоптал всю траву под ЗАГСом. А я опоздала где-то на полчаса, наверное. Что там я там... Он думал, ты не придёшь? Он был уверен уже, что я не приду. Передумала? Да. Он это самое, на время смотрит по сторонам на это. Я не помню, что там у меня с платьем было не то. Ну, конечно, в итоге я надела не то платье. Даже какое-то, что-то, какое-то голубое у меня платье было с каким-то люрексами. Даже не помню, или я его шила, или я его купила. Ну, в общем, то ли я его перешивала. Ну, в общем, я опоздала на полчаса. А пока я приехала, он был уже уверен, что всё, я передумала. Ты Жюля Робертс. Да. Ну да, я несколько раз передумывала. Поэтому, да, поэтому он был уже, я уже всё, всё. Он очень сильно ревнивый был просто. Это капец. А когда они в очередной раз разошлись, мама его выкнула. И не подпускала всё, всё, ни на шаг, нигде. Он на, у нас есть в городе такие, ну как, кольцо, круг, да, вот, развязка. Их три в городе. И вот на одном из них, который ближе к нашему дому, посередине... Постамент, или на этой самой, там вверху звезда была. Да, и вот так вот флаги какие-то. Флаги. Ну, какие-то вот штуки вот так вот по кругу. Ну, это было, если, допустим, дома десятиэтажки, то вот эта штука выше десятиэтажек. Так вот, он на одной из этих штук написал, Танюшка, я тебя люблю. И маме кто-то передал, что тебе влюблено. Да никто не передал, он позвонил мне и сказал, выйди на балкон. А я смотрю, Танюшка, я тебя люблю. И она была же оттуда. Да, и как вот можно было не простить? Так, никак. Как гад такой едет быстро сюда. А он туда на пожарной машине на лестнице забирался ночью. Да, ночью. И краской машинной какой-то рисовал. Да. Долго-долго эта надпись была там. Да, уже после его смерти эту надпись. Да, надпись эта была долго. Вы уже поставили пальчики вверх? Подписались на наш канал? Как надо сказать! Подписывайся на канал ВВиктория! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...